Здравствуйте, дорогие друзья! Мы остановились на какой точке? Давай вспомним прошлой серии. Как меня отправили с огромной скоростью обратно вниз, на Землю. Хорошо, можешь начинать рассказывать. Как я говорил, я попросился сильно, чтобы меня вернули, и как бы у меня выпнули, можно сказать, такой энергией, огромной силой. Полетел я обратно с большой скоростью вниз к Земле. Стремительно она начала приближаться очень быстро. Планета вот так приближалась, я оказался где-то как на орбите и остановился. И вот так Земля была круглым планом, сбоку как бы немножко вот так. И я посмотрел, но, видимо, это опять мне показали. Все вообще в моем этом полете, такое ощущение, что мне показывали какие-то элементы, обучающие разного вида. Это было одно из них, но это как познавательное, вероятно. Вот, я смотрел на планету вверх, и на планету шел поток из золотых частиц, летящих. Много-много-много-много частиц, прямо целая масса частиц вот этих золотых. Они примерно находятся на расстоянии вот таком, ну может сантиметров как будто бы пять друг от друга. И они вот так все полностью насыщены, и весь этот поток летит на Землю постоянно. Ну примерно вот с такой скоростью летит. Это такая нежная, как будто бы плавная сила. Опять же из золотой пыли. Там много где фигурирует в моем рассказе золотая пыль. И я проследил, как она летит и куда. То есть летит на Землю постоянно. Она постоянно летит на Землю, и у меня включился такой режим зрения какой-то, я не знаю, там постоянно какие-то режимы включаются. У меня включился режим зрения, и я увидел приближенный камень на Земле. Вот так с орбиты прямо у меня это зрение развернулось, и я увидел, как эта частица проникает сквозь камень в нескольких местах. Она его пронизывает, не чувствуя, как насквозь пролезает. Я знал, что она оживляет. Ну, как сложно сказать, камень же как бы неживой, да? Но в то же время она заставляет существовать камень, что самое странное. И частица рядом летела в травинку. Она пролетела также сквозь эту травинку, и она заставляет существовать травинку. И эти частицы, они заставляют существовать всю Землю. Как будто бы им нет разницы, живая материя или, как мы называем, мертвая материя, неживая. То есть есть камень, есть трава, есть животное. А, видимо, эта энергия оживляет, ну, заставляет существовать или оживляет, это опять же тонкая грань. Может, материальный план напитывает энергию, да? Да, возможно, так выразится красивее. Напитывает, да, как бы материальное, все материальные тела и заставляет их существовать. То есть, если она не летит, как я понял, то ничего не существует. Это очень странно, потому что нигде нас этому не учат, нигде это не говорится. Но, как позже я уже выяснил, в некоторой индийской литературе есть такое. В нашей, может быть, в какой-то религиозной литературе, это святой дух, как мне кажется. Ну, я сильно не изучал эту тему, но вроде бы как это святой дух. В индийской литературе это брахман, насколько я знаю. Ты не знаешь ничего про это? Ну... Оживляющая субстанция, заставляющая все проявляться из духовного мира, физического. Вроде бы как энергия брахмана. То есть, он как бы влияет собой, пронизывает все сущее, как говорится, что Бог во всем, да? Он, конечно, как бы не тут, но он и везде. То есть, он как бы и везде во всех вещах одновременно, но он, опять же, и отстранен от материи. Он как бы наблюдает со стороны. Ну, это двойственность получается. Как можно понять? Он везде и в то же время отдельно. Ну, вот, это я пронаблюдал, что вот эти частицы проникают. Я так был удивлен сильно. Очень красивый вид. Такое, как вот планета, насыщена золотыми вкраплениями сверху. В некоторых частях более насыщенные узлы. Может быть, там больше живых существ или каких-то. В некоторых меньше. Вот, ну, я долго не стал задерживаться. Меня потянуло дальше. Опять же, не по моему решению. Ну, как экскурсию больше напоминает. Далее я очень быстро вселился вот в этот домик, где я был в армии. В свое тело моментально залетел. Как будто раз, как в перчатку. То есть, я лежал на спине вот так. Я залетел в него. Я был как дух. Смотрел в разные стороны и не мог пошевелиться. Хотя я и не хотел, если честно. У меня не было никаких желаний вообще. Не двигаться, ни что-то думать. А ты мог двигать уже частями тела? Я ничем не мог. Но и тело было как бы... Как я понял, оно было мертво. Я просто влетел как дух. Но я понял, что я не могу включить его. Но мне особо не хотелось просто как бы... Потом я смотрю в сторону. И я видел... А ты смотрел уже физическим телом, в глаза? Нет, это я все еще был. Я же был мертв. В том состоянии еще. Я просто влетел в тело. Я уже как бы как в сосуд влетел. Как воду наливает. Кувшин, можно так сказать. Ага. Влетел, вот. Я видел. У меня было такое зрение как бы... Как это выразиться? А, нет. Сначала я увидел опять облачко летящее. В мою сторону, сверху. С неба. Летела вот эта золотая пыль, которая тогда меня облучила и просветила. Просветлила, что я... Любовь. Энергию любви. В точности кажется, вот это облачко и летело опять ко мне. И оно влетело ровно вот в макушку, как тогда, когда я был наверху. Опять же, в то же самое место. Угу. И начало медленно, плавно заливать мое тело. Я видел прямо как духовным зрением или как... Ну, моим зрением, не глазами. Угу. Ну, в основном, это духовным зрением, я не знаю. Я видел, как золотая пыль проникает сквозь руку вот так. Наполняет. Все переливается блестками такими золотыми. Прямо настоящими золотыми блесточками. Угу. Летящими. Как тугей. Как туманчик. Залили эти блестки пальцы. Эту руку. И начало ниже спускаться по ногам. И до кончиков пальцев на ногах. Все заполнило меня. Опять же, как будто залило. Как некий сосуд. Опять же, я вспомнил, что в Библии где-то говорится, что мы есть сосуд для Бога или что-то для Духа. Там такие есть фразы. Там говорится, не оскверняйте этот сосуд, так как сосуд для Бога как-то так. Ну, может быть, не точно, но в этом смысл. Вот, я увидел, что эта золотая пыль полностью меня осветила. И в этот момент, когда только-только кончиков пальцев коснулось, она насквозь, я сделал очень-очень сильный вдох, какой я никогда не делал в жизни. Очень сладкий. Через рот в меня вошла жизнь. Я прям почувствовал. Так, я сделал вдох такой. Глубокий, сладкий, присладкий вдох. И я почувствовал, что я оживу. Я пошевелил пальцами сразу. Ну, у меня была такая вспышка в сознании. Потом, впоследствии, прочитав много книг разных, духовных, я понял, что это такое. Это как состояние просветленности. Когда, ну, вот йоги там, да, высшей степени там какие-то, уходят в самадхи там, в этом. Вот это было именно это состояние. Когда мой мозг не был включен, а был только лишь дух в теле. Мозг полностью был отключен. То есть, один лишь дух. И я видел мир, как он на самом деле выглядит. Это я лежа видел. Я, кажется, открыл глаза или нет, я не помню точно. Но я видел каким-то духовным зрением, прям у меня вспыхнуло так все. И я видел, что ко мне... Вот сейчас я могу вам описать ощущения, вот это, которое просветление все пытаются достигнуть. Передо мной была темнота и множество-множество нитей золотых ко мне прикреплено было со всего мира. От живых существ. Я видел прямо, как от муравья ко мне идет нитка золотая. И от разных... От камня идет ко мне нитка. То есть, от всего... От травы ко мне идет нитка. От человека. От всего-всего ко мне идут нити. То есть, я как такой клубок из энергии. То есть, их там сотни-тысячи, да? Да, переплетенные миллиарды нитей. Я весь, как полностью окутан нитками такими-то, как золотыми. И они все идут в разные стороны. И они все, как бы, откликаются. Я чувствовал, что все со мной связано. Я нераздельный. Я, как бы, неотъемлемый элемент Земли. То есть, вероятно, я подключился в земную матрицу, в некую. Опять же, я это назвал матрицей сейчас. Я могу назвать по-другому, но для понятности. Ну, в земную некую структуру, может, энергия. Она меня приняла, может быть, обратно. И вот говорят тоже в книгах у всех, что мы все есть одно, да? И вот я тогда почувствовал, что я – это часть неотъемлемая, и все есть одно. Как бы все живые существа, муравьи, трава, камни даже. Все это есть одной структуры, золотой вот этой. То есть, у всего есть одно вот это основание. Как я понял, оно дается вот сверху. Ну, вот эта пыль, которая летит, она, видимо, вот это все напитывает. И все это объединено. Мы думаем, вот человек живет в природе, да, как король. Он там качает нефть, там вырубает леса, убивает зверей для меха. Делает, что хочет. Затеивает войны. Но, по сути, он, получается, воюет сам с собой, наносит вред себе. Потому что нет различия между тобой и чем-то. Все, что вокруг – это ты. Это как бы твои части. Все ты и ты – это все. Вот так я увидел это все. Ярко. Я осознал. Вот это первое, что меня удивило. Все это я наблюдал, удивлялся. Все это очень приятно. И ты там все знаешь напрямую. Посмотрел на ту нить, ты знаешь там целый пучок информации про что-то. Там не нужно думать. Там ты смотришь и знаешь о том-то. Смотришь на растение, ты знаешь все о нем. Смотришь на еще что-то, у тебя информация идет потоками такими прям, мгновенными, очень быстро. Вот это, возможно, есть просветленное состояние, к которому все стремятся там. Самадхи вот это. Как я впоследствии уже разбирался, читал. Множество книг. Дальше я задвигался, сел на кровать. Я был все еще в этом просветленном состоянии. Но у меня начали всплывать мои мысли о прошлой, ну о моей жизни, вот как я жил. Ощущение своего я у меня начало появляться. Я начал думать о своих вещах, о своем прошлом. Ну это только-только первое. Не то, что я там подумал уже целые сферы своей жизни. А только я начал думать про это. Как я начал чувствовать, что трещит по швам весь этот идеальный мир. И начал раскалываться на осколки и исчезать. Прямо как сквозь пальцы проскальзывает. Это ощущение просветленности, оно прямо исчезает из ума. То есть, ощущение я, что вот это мое, это мой свитер, это моя рука, это моя жизнь. Сразу все эти мысли, они убирают вообще все это сразу. Все пропало. В один момент вспыхнуло и исчезло. То есть, вся эта просветленность, все это кувырком улетело и не вернулось ко мне. Я ощутил, как на меня нахлынуло. Про эгоизм вот я сейчас расскажу. Что такое эгоизм? Я четко понял, что такое эгоизм. Включился мой мозг. Заработали привычные какие-то способы мышления. Я понял, что наш мозг – это как эго, можно сказать. Ну, может быть, у меня тогда нетренированный, никакой этих духовных мудрецов всяких, которые там могут без эго жить, у них там какие-то способности, вот эти видения. Я был обычный человек, у меня включились мои обычные способы мышления. Мозг натренированный на обычную жизнь, потребительскую. Ну, обычного человека, рядового. Погасились все эти там просветленные мысли, виды, озарения. И первое, что я ощутил, это земное притяжение, довольно-таки сильное. Резкую ограниченность в теле. Ну, я понял одну мысль, что эго – это некая вязкая субстанция, как такая пластилиновая, такая тяжелая, грязная, как будто меня облили, можно сказать. Ну, я не хотел бы ругаться, но скажу, что как будто меня облили, как эстазика по морям, вот такими грязными. Всего. Вот это наше эго. Это ощущение «я, мое, мне, я хочу то-то, я не хочу то-то, мне нужно то-то». Вот это все, это как нечистоты ощущались, как нечто чужеродное и глупое, и бесполезное. То есть, когда я был там, там нет эго-понятия, и там легко и хорошо. Но когда ты только начинаешь думать про «я, мое» и прочее, ты как будто обливаешься, мозг затормаживается мышлением, раз в сто, наверное, стал медленнее думать мозг, чем там. Я ощутил некую вязкость земную, что эта физическая реальность, она жесткая, вязкая. То есть, более плотная, да? Очень вязкая, плотная, сила тяжести действует, тело, ограниченность и скорость мысли очень медленная. Я вообще сел, и я не понял, как я вообще жил с таким как бы сознанием, что это же вообще невозможно. Я просто понял, что я просто сяду и буду сидеть, потому что так как бы невозможно извилинами шевелить, непривычно. Очень медленно происходят процессы, и лучше даже не пытаться, а просто сесть и сидеть. Потому что это все равно бесполезно, никого проку не будет от этого мозга. Я подумал, как мне жить с таким мозгом. По сравнению вот с теми волшебными сферами, там скорость мысли, вот такая, все резко и быстро понимаешь. А тут как бы, такое опустили. Я подумал, первая моя мысль, может быть, зря я все-таки вернулся, что это же кошмар. Как можно жить так? То есть, такие у тебя ощущения. Ты не пожалел о том, что ты вернулся? Пожалел в этот момент, когда я ощутил, что это никчемность. Когда ничего не можешь сообразить, я пожалел. Но дальше другое началось. У меня это прошло, и как бы некие остаточные вспышки от радости, когда меня просветлила любовь, у меня остались. Они несли заряд, и меня немножко прочистило этими мыслями, остаточным зарядом любви, которые мне послали. И у меня некоторые озарения дальше пошли, просветленные. Как будто меня волнами так шло вот этими энергетическими. Ага, ну и чего? Что дальше? У меня новые осознания были, что жизнь очень простая вещь, я понял. Я жив непросто и думал, что жизнь очень трудная. Что многие люди думают, что жить там на читаются книжек, на смотрятся каких-то модных фильмов там или каких-то там наслушиваться речей. Но вот многим, может быть, это не понравится, что я скажу, но я понял, что жизнь очень простая. Что человек недалеко ушел от животных. Мы вселены в тело, которому нужно есть, спать. И как бы все, по сути. Это его задание выжить здесь. Тепло, еда и минимальные какие-то там вещи вообще. Это именно вот чтобы выжить, задание небольшое. То есть по сравнению с тем, что там я был, там гораздо больше ответственности. Там потому что ты не обладаешь телом, и ты не закрепощен. Ты можешь там, там, там что-то сделать. Может быть, на земле что-то улучшить, если тебя там поставят управлять чем-то. Там ты способен на это. Там ты можешь менять что-то. Энергии. Здесь же твоя энергия вся, всецелом находится вот в этом сосуде теле. И ты волей не можешь там взять и поднять стул силой мысли, или там изменить там течение реки, я не знаю, или течение жизни того человека поменять, или еще что-то сделать. Ты ничего не можешь. Ты вот вся твоя воля, ты двигаешь рукой, поднял, опустил руку, сказал что-то этим ртом, пошел, купил воды. Это все я очень четко понял. Прямо это было на поверхности. У многих людей затуманивается все это. Они не представляют. У них замыливается сознание. Они путаются там, живут. Непонятно, что хотят. На самом деле, все очень просто. Если вот с точки зрения духовных сил, скорее всего, они так на человека и смотрят, что что он там страдает. У него есть жилье, еда, вот сон там. Все. Что он еще там мучается, там рвет, ходит. А как насчет творческих занятий? Нет, это именно то, что они как смотрят. Ага. А дальше уже делать человеку, он может там себе возложнять, что хочет делать. Но я еще отдельно поговорю. Это я вот понял четко. Что вообще вот для счастья, если он привыкнет так мыслить, это минимум для счастья. Но это он уже был полностью должен быть доволен. То, что у него есть кислород, он вдыхает его. Он не ценит. Все привыкли, все дышат. Все ходят, как бы, нужны деньги там или какие-то машины. Но никто не думает, что кислород сам, это уже ты дышишь, тебя должно уже наполнять радостью и счастьем, что он у тебя есть. Это уже само по себе опыт в жизни. Ты как бы вдыхаешь. У тебя богатство поступило в тебя, бесплатное, дармовое, можно сказать, от мира. Здесь ничего нет твоего, я понял. Здесь все дается на прокат. Тело – это не твое тело, я понял. Жизнь – это не твоя жизнь. Это все внешнее. Ну, как бы. Что никакой эволюции, ничего этого нет. Ни материализма, как в этом виде, в котором все учат. Мы вселенные сюда, как духи, погостить, чему-то научиться в спроектированном заранее мире. Так, я сейчас немного отвлекусь еще от этого ситуации. Я немножко там забыл добавить. Про духовный мир. Когда я сюда возвращался, я чувствовал, как на меня накручивается материальность. Что Земля, и вот как мы привыкли, что Вселенная, да, там, ученые там исследуют Вселенную, пытаются найти там края в нее. Но все это, это всего лишь вот такой клубок физического мира. То есть, духовный мир несравненно более велик и большой. Как бы он гораздо больше. Ни в кое сравнение не входит, как материя и духовность. Духовный мир. Это ограниченное, небольшое место, сотканное, специально для нас. В особенности, Земля, это как вообще такая субстанция, созданная из пространства и времени. Там же ты не подчиняешься пространству и времени. Здесь ты подчиняешься полностью, ты закрепощен в нем. Так вот, эта Земля, это сотканное место для нашей жизни. И она весьма упрощена. Вот о чем я хотел сказать. В сравнении с духовным миром это очень упрощенное место. И поэтому мы должны понимать, что это очень просто здесь жить. И ценить эту простоту, пока нам дают. Мы здесь все, опять я говорю то, что я понял, как знание. Как дети в песочнице, вот взрослый человек, да, ходит на работу, зарабатывает, там у него есть квартира, еще что-то, там семья. Он как бы как хозяин жизни, да, ходит. Он идет мимо, ребенок копается в песочнице совком, например, там, или, я не знаю, грушечными, машинками, там, кем-то возит. Возится. Вот примерно так смотрят силы верхние на нас, как мы на этого ребенка, который ковыряется в песке. Вот наше положение, настоящее таковое и есть. Нас поместили, и мы здесь что-то пытаемся, какие-то основы самые понять для нашего духа. Самые-самые простые основы. Так что я думаю, не надо людям строить из себя, что они там такие взрослые, там, ученые, или там какие-то политики, или какие-то олигархи. На самом деле мы все дети и самые настоящие. Для небесных сил это просто как молоденцы. Не более того. Касательно атеистов касается тоже, хотел сказать. Серьезным видом доказывают, что ничего не существует из духовного плана. С каким смехом смотрят, наверное, на этих атеистов. Силы. Говорят, ну что это за дети? Это же смешно. Что они там пытаются своим умишкам жалким осмыслить? Еще и спорят с нами, с силами. Говорят, что нас нет, это нас-то нет. Вы вообще кто? Мы вас сюда запустили. Мы вам создали все это. Вы еще чего-то против нас пытаетесь там говорить. Это же вообще смешно. Но они очень добры, они ей дают свободу воли. Говоришь, что хочешь, делай, что хочешь. Но отвечать потом придется за ваши последствия. Так что вседозволенность как бы есть, но с последствиями, правда. Вот. Это было небольшое отступление. Тима, я увидел эту простоту в жизни. Это я как бы резюмирую. Увидел состояние просветления, что все едино. Увидел, что эгоизм это грязь. И он нам мешает увидеть все эти специальные возможности видения духовного. если отрешиться от него, можешь испытать вот эти самадхи все. Вот это я понял. Далее. Я ощутил четко, как на меня нахлынуло время. Про время расскажу вам. Что такое время? Время, как я понял, это некая такая субстанция, которая там ты не зависишь от него. Там как бы ну это как измерение, как высота, ширина, длина для нас. Ну преодолимые вещи. А здесь же мы прикреплены. Я понял, что я прикреплен, стал прикреплен прямо. Я почувствовал, как я прикрепляюсь к некому лезвию такому подо мной. Как лезвие бритвы такое тонкое, тонкое, тонкое. Ухм. Ухм. Продолжение следует...